Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Утро туманное, утро дождливое, самое главное утро холодное. 20 октября, всем здравствуйте. Продолжается программа «Утро на Болткоме», Олег Пек, Александр Шонин. Доброе утро. Да, ну и вот мало нам коронавируса, постоянно дорожает горючий. Причем парадокс, в общем, многие задумываются над тем, что вот, ну, хорошо, дорожает нефть, но почему при этом дорожает электричество и газ? Дорожает газ, почему при этом дорожает нефть и электричество? В общем, непонятно, почему вот эти три, казалось бы, не связанные друг с другом энергоносителя, как будто бы действуют в связке. Вот что-то дорожает одно и тут же поднимают цены на другое. Явно какой-то заговор. Заговор. Вот давайте с этим… Нет, ну, кстати, смех смехом, а возможно, сейчас предположу, импровизирую на ходу, возможно, это как-то связано действительно с вот этим экологическим вектором, которым движется вся планета, мол, переходите, а на электромобиле хватит газовать и засорять атмосферу выхлопами бензиновых и дизельных двигателей. Кусается электричество уже тоже. Ну да, и так и сеть электрических заправок не особенно-то развита при этом, и утилизация батареи не до конца понятно. С шестнадцатого этажа нужно тянуть, я понимаю, там сейчас вот провод, чтобы подзарядить свой автомобиль, который стоит на этом самом… На парковке, да. И обо всем об этом мы давайте сейчас расспросим Оерса Корчевского, главу Латвийской ассоциации торговцев топливом. Доброе утро, Оерс. Доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Объясните тогда, пожалуйста, почему бензин в Латвии установил исторический рекорд стоимости? Так, значит, вы тут упомянули три процесса. Электричество, природный газ и нефтепродукты, бензин, дизельное топливо и автомобильный газ. Тогда, коротко, первое, автомобильный газ нет, но дизельное топливо и бензин возросли в цене по первой причине из-за того, что биодобавки, которые мы добавляем по директивам Евросоюза, возросли в цене несколько раз, почти три раза. Эта добавка увеличила цену на такие уровни, которые мы видели две недели назад. Дальше нам надо вернуться к другим причинам. Первая причина – это электричество. Электричество утроилось или больше, чем цена, значит, по-моему, даже пять раз в отдельных странах из-за того, что в Европе полочетверть электричества производится из ветра и гидроресурсов, которые в этом году не достигают тех объемов, которые обычно бывают. А вторая четверть – это атомные электростанции, и целая половина – это уголь и природный газ. Природного газа не хватает. Не хватает почти на 20% по Европе из-за того, что не загружалось летом и осенью достаточно. Причина ясна и видна. То есть не использовались обычные трубопроводы через Украину, а все ждут, когда откроется Nord Stream 2. Nord Stream 2 нельзя использовать потому, что он не сертифицирован. Из этого всего поднялась цена природного газа несколько раз, даже не хочу говорить, сколько несколько, ну, не знаю, три или четыре раз поднялась. Все это начало последние две недели давить на цены нефти и нефтепродуктов. Потому что при такой высокой цене электричества и природного газа, значит, в отоплении уже выгоднее использовать нефтепродукты. Это начало давить так, что на прошлой неделе уже мы увидели те рекорды нефти, более чем 80 долларов за баррель бренда, которые были до 2014 года. Значит, насчет нефтепродуктов, там тоже как будто все ясно. То есть увеличивается потребление, но не растет добыча. То могут и второе, не могут нефтеперерабатывающие заводы столько перерабатывать. Значит, там дошло даже таково, что по рейне, скажем, не могут ходить больший с топливом, который обычный, там транспорт водяной. Значит, заказано немеренное количество дизельного топлива для Европы, значит, из Индии, из Среднего Востока. То есть полностью нехватка продукта. И там опять две причины. То есть в основном является экономика и второе, увеличивается мобильность. То есть сейчас есть такие измерения, что в Европе мобильность, она еще не достигла уровня 2019 года. Она по счетам только 7% не хватает. Но в целом то, что не хватает этих продуктов. То есть весь этот, все эти причины вместе, которые раньше, которые позже. И мы увидим цены на топливо, под которые мы сейчас говорим, значит, на заправку в Латвии, что они достигли евро 50 по бензину, евро 40 по дизельному топливу. То есть это не предел еще? Нет никаких индикаций, что что-то сейчас будет стабилизироваться. Потому что зима, значит, добыча, чтобы увеличить добычу, значит, это не недели, это месяцы. Вообще у рынка есть такая надежда, что, может быть, регулируются переговоры Ирана, Иран, Соединенные Штаты по атомной программе. И там у Ирана есть ежедневная добыча 1,5 миллиона барьеров. Может, если это пустится в рынок, то будет какое-то улучшение. Но сейчас все сделки, которые в будущем, они все идут по увеличению. То есть здесь еще и политика вмешалась, и я понимаю, что от политических каких-то решений будут зависеть цены надежных заправок. Несомненно, эти геополитические решения, это, конечно, влияет. То есть кто-то куда-то прилетел, кто-то с кем-то говорил, с кем-то, извиняюсь, уже сразу мы видим колебания в этих продуктах. Но мы думаем, что не надо так фоксироваться на данный момент на цены топлива, потому что такие и были, и, наверное, и будут. Самое, что у нас ждет, это цены на электричество и на природный газ. Имея в виду, что, скажем, в Латвии половина электричества производится как раз из природного газа, то это все будет увеличивать цену на электричество. Кажется, что там немного, но в целом это будет в итоге очень существенно. А вот вы начали с биодобавок, хотелось бы просто ввернуться. Что же это за такие биодобавки, которые увеличили стоимость нефтепродуктов? Это этанол, который добавляется в бензину. Значит, это из природных ресурсов, так называемых вознагляемых ресурсов, которые по директивам добавляют в бензину. И рапсовый эстер, который добавляется к дизельному топливу. Тоже, так как не хватает продовольствия в мире, то там возрастает цена уже всех зерн, и потом уже переработки, и при том несколько раз. Ясно, если вы меня спрашиваете, то вообще директива предусматривает, что в ближайшие годы мы не будем использовать уже те биодобавки, которые из продовольственных источников. что главное направление на том, чтобы перерабатывать разные жиры в этом направлении. Но пока это так, и директива обыкотить нельзя, и надо добавлять. Но если так совсем примитивно рассуждать, вы упомянули рапс. У нас рапса, пол-Латвии. Этанол, это тот же самый этил, это обыкновенный спирт. Да. В чем проблема с простым спиртом? То есть мы возвращаемся к ситуации, получается, что касается спирта, когда его выдавливали из автомобильной промышленности в начало 20 века, больше чем на 100 лет назад. То есть тогда от него отказывали, сейчас его надо добавлять, так его хватает? Дело в том, что его не хватает. Дело в том, что независимо, где он растет, значит, или в Латвии, или где он продается по мировым ценам. Из-за этого цена продукта, источник озера, составляющая переработки. Имея в виду, там еще, что остановились заводы по переработку, значит, не работал завод по производству катализаторов. То есть тут еще несколько причин, почему цены утроят. А не работал завод по причине коронавируса ограничений или по другим причинам? Коронавирус, значит, делал только то, что мы не сделали или не произвели в прошлом году. Там, значит, это по всем позициям, начиная от стали и кончая пшеницей, значит, делает этот, повышает цены из-за дефицитов. Понятно. Ну, то есть такой идеальный шторм, если можно сказать. Совпали все какие-то негативные факторы. Замкнутый круг, да, и, к сожалению, Оверс Корчевский, глава Латвийской ассоциации торговцев топливом, пояснил достаточно подробно, детализировано, почему стоимость бензина и дизельного топлива, соответственно, в Латвии превысила исторически свой рубеж, большая ситуация будет только эскалироваться. Жаль, но, по крайней мере, спасибо. Мы теперь знаем, почему это происходит. Эфирное время подошло к концу. Спасибо большое. Да, мы прощаемся с вами. Хорошего дня. У нас пауза, после которой, ну, легкая, скажем так, импровизация. Можем даже попринимать звонки еще, а потом культурный гость. В следующий час будет несколько легче. Вы слушаете Радио Болтком.